Я тебе тоже это сделала. Так. Вы хотите поговорить о душе, о вечности, чтобы с сатаной не мучиться в огне? Да. О будущем. Вы знаете, что идет сейчас 2019 год? Да. Так вот этот отсчет от чего идет? От Иисуса Христа. От рождения Иисуса Христа, Спасителя нашего. Вот после субботы день, воскресенье. А что он означает воскресенье? Название. Всех прощают. Это означает воскрес, корень, воскресенье. Воскрес, корень, ен, суффикс, е, окончание. Мы же в школе учились. Иисус воскрес. И на Пасху будем говорить, Христос воскрес. Все отвечают на это. Бои себя воскресе. Правильно. Он умер за наши грехи не просто так, а добровольно взял в наши беззакония, грехи. И кто будет веровать, и креститься, спасен будет. За мои грехи, если я каюсь, меня Отец Небесный наказывать не будет, потому что за них уже ответил Христос. Он умер за нас. И сегодня Он всех зовет в покаяние. И говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите... Меня зовут Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнаул. Мне 81-й год. Я сегодня была в Барнауле. Да вы что? А где же живете? В Москве. А была в Москве, так сегодня уже, это что это, была в Барнауле. Сегодня не в Барнауле уже? Да. Так мы могли встретиться? Да. Вам будет очень интересно, если вы зайдете на наши ресурсы. Ютуб-канал, сайт, форум, Мойл.ру, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм. У нас везде... Этого даже нету, батюшка. Ну хорошо. В Ютуб можешь зайти? Да. В Ютубе заряди. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Хорошо. И вы зайдете. Это не просто так. Такого ресурса нету в интернете. У нас только наших... Знаете, что, батюшка, меня сегодня бросил парень. Сейчас не об этом говорим. Сейчас, чтобы Господь наш не бросил. Это не парень. Если вы не женатые, то Господь просто избавил двух блудников от греха, и все. Вы должны до конца договаривать всегда. Парень бросил. Что значит бросил парень? Он не муж тебе. Он тебе и не нужен был. А мы собирались пожениться. Мы собрались пожениться. Это хорошо. Если только между вами ничего не было, соите никакого. А так он махнул, он ничего не обязан. Он ушел к бывшей жене. Так вы знали, что он и женатый? Он был женат. Так он не парень, а мужик уже. Парень, когда не знал никакой женщины. И если женщина, а и девушка, они различаются. Если она девственность сохранила, девушка, а так женщина. Женщина может 14 лет уже быть. В 12. Поэтому мы пришли с радостной вестью. Сегодня забудьте это все. Он вам и не нужен, этот блудник был. Зачем он вам нужен? Попросить прощения. Сходить на исповедь к священнику. Святую православную церковь. И Господь все сделает по-другому. Если вы пожелаете больше узнать что-то, вы запишите два слова Игнатий Лапкин и в скайпе вы меня сразу найдете. Я вам скину все наши ресурсы. Хорошо. И там, допустим, на сайте, сайт, я отвечаю студентам на 4124 вопроса. И они все там есть. Там о женитьбе, о семье, политика, экономика, социология. Все есть. 4124. И вы там на сайте увидите мои книги, 33 тома. Книги. Они имеют животворное действие. И они вам в помощь большую будут. В помощь. Вы будете рады, что сегодняшний день такой благословенный и мы встретились с вами. В скайпе зайдите Игнатий Лапкин. Хорошо. А в ютубе сразу можете зайти. Канал сначала напишите, а потом во свете Библии. Игнатий Лапкин. Хорошо. У нас, повторяю, 17 300 роликов. Вы увидите, как мы строим православную деревню, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Это совершенно другое общество. Я это делаю. Алтайский край? Я из Хакасии. Из Хакасии? А Абакан знаете? Да. Я как раз оттуда. Я почему говорю, там есть человек один, служит, в храме называется Константина и Елены. Ой, красивый храм такой. Да. И там служит настоятелем отец Геннадий Фаст. Он был минонитом. Вера такая немецкая, немец. И вот мы с ним встретились, и он принял православие, а он был преподаватель Томского университета. Физик-математик, преподаватель. Здесь закончил семинарию московскую, академию, и сейчас он доктор богословия. Там есть что послушать. Он у вас там. Он один такой на всю Россию. Один. Да. Да. Вот так. А если вам нужно больше узнать в Москве, вы в Москве, я вам дам адрес, где наши друзья. Храм Христа Спасителя, знаете? Да. А на этой стороне через мост перейти, прямо видно, купола рядом, ну метров 200. Храм на Берсеневке Никола называется. Ну, там один храм такой, старый, такой старинный. И там настоятелем отец Кирилл Сахаров, игумен. Он член Союза Писателей Российской Федерации. Вот вам поговорить с ним. Я начальник детского лагеря, сам Господь позволил создать. И 45 лет его был начальником. И он с группой приезжал сюда с детьми с Москвы. Очень любознательный. Он буквально весь мир исколесил. У него там служат патриархи, приезжают все этот патриархи. Открытое сердце, настоящее. У него община, что сегодня очень редко. Сегодня приход, туда-сюда только люди шатаются, а у него одетые по форме все. Вы когда увидите, ему передайте привет, скажите, от Игнатия Лапкина я. Хорошо. Ему будет приятно, но и я у него там проповедовал в храме. Он сразу переодевается. Где я вас видела? Видели? Вот если видели, то надо знать, где. Вот если зайдете на наш сайт, сайт, это не... Я скажу, где я вас видела. Как видели? На рулетке что ли? Я ему скажу, что мы с вами познакомились. Может быть. Так вот здесь, если вы зайдете на наш сайт, а его через гугл, через сайт заходить надо. Что вы здесь делаете? Мы несем радостную весть людям, чтобы в этом месте разврата Содома и Гаморры посиял свет Христов. И уже сколько человек мы нашли здесь, которые сейчас заходят, беседуем, беседуем по скайпу. И вот вы если желаете по скайпу, зарядите только Игнатий Лапкин, и вы на меня выйдете, и мы побеседуем. Только платок сразу наденьте. Женщина должна быть всегда в платке, потому что без платка молиться постыжает свою голову. Вот вы увидите тогда всю красоту православия. Это не какие-то заморские сектанты. У нас все есть. Святые отцы, каноны, правила, жития святых. И самое главное, это наше священство, когда оно правильно поступает, не ради денег служит. Так вот, отец Кирилл Сахаров на Берсеневке, где я говорю, у храма Христа Спасителя, он как раз такой, который ни на что нигде не зарится, он знает Бога. Он знает, и паства его любит. Он живет для Бога. Он вот у меня ко мне при... Я к вам зайду на скайп. Скайп. Вот вы зайдите, и мы прямо... Ну, сейчас вы зайдете, допустим, через полчаса, я еще маленько побуду здесь. Вот заметьте, вот я просто вам дам намек. Сейчас парень один был, а делать нечего. Слушай, я говорю внимательно. Ты слышал такое выступление министра внутренних дел Российской Федерации Нургалеева, что в стране около трех с половиной миллионов беспризорных. Ну, да. Ну, так так, подождите, не пейте. Это болезнь, рулетки, они блуд пытаются потушить. Никогда не берите в глазах людей... Разницы нет. Я сказал, пить ничем не надо, ничего. Просто не пить, не пить, я говорю, не пить. Даже чистую воду не пить на глазах у людей. Меня послушайте. Я говорю, ты слышал, что беспризорных столько? Да, а что сделал? Ну, что сделаешь? Путин там такой. Значит, Путин виноват. А ты никого не вини, а возьми бремя это на себя. Вот мне Господь позволил создать детский лагерь православный. Он один на всю страну был. Ему 45 лет и в другом формате сейчас еще три. Разговаривать, только чтобы не ругались, ни одного мата не было. Не, не, деда, деда, мы порядочные. Ну, слава Богу. Мы сюда пришли возвестить великую радостную весть, что Иисус умер за грехи людей и ждет людей с покаянием. Он взял немощи наши. Ну, Библия, ага, знаем, да, книгу такую. Да, ее можно купить теперь в любом храме, пожалуй. Да? Да. Бог жить и молиться, славить Бога, пока жизнь продолжается. Не знаю, я вот одному не понимаю, смотри, а почему в церквях Библию можно только за деньги купить? А как ее надо даром дать? Да, да, конечно. А кто ее будет обкупать-то? Кто ее печатал? Как приобретали? А даром? Ну, а как оно даром-то? Нет, ну, представляешь, люди сейчас мало и то покупают за деньги. Ну, хорошо, хорошо, давайте так, даром. Ну, даром, так ты-то бери, где даром-то? Ее нет даром? Да. Вы вот рубашку купили, вместо квартиры живете платите, почему там претензий нет, а здесь? Мне Господь позволил издать моих книг 38 томов. Не, не, деда. Я знаю, как это дорого, как это страшно дорого. А у меня... Мы за это ничего плохого не говорим, просто интересуемся, почему так. Ну, а как по-другому-то? Ну, я не знаю, сколько людей жертвуют просто церкви, деньги. А кто жертвует? Подождите, подождите, я скажу, посмотрите, сколько в интернете постов за этих богатых всяких там попов, батюшек, да, и так далее, там, диаконов. На каких машинах они ездят? Откуда у них эти деньги? То же самое. Что вам машина? У меня ржавый велосипед. Я никогда не завидую. Нехорошо это. Ты молодец, ты молодец, вот так вот двигаешься. Это за тебя... У меня, послушай, у меня 35 лет трудового стажа, 35 лет, и пенсию получаю сейчас 8141 рубль 33 копейки. Ой, это ужасно, это ужасно. И мы не ропщим. Вот у меня отец и мать вдвоем класса не кончили, а у нас 10 детей. Отец без руки с фронта. И мы ни разу не слышали, чтобы они власти ругали. Мы страшно бедные были. Вот мне 81-й год, я еще ни одной таблетки не съел. Добрый. Дай Бог здоровья тебе делать. И все здоровы. Так здоровы. Это я за слово Божие сидел в пяти тюрьмах только. Реабилитировал только в 91-м году. У меня руки там все пытались, все делали. Я же живой остался. Дед, представляешь, я вот, короче, недавно листал в новостях вот в Аргентине есть православная церковь, наша, русская, как бы все нормально, да, то есть в ней и вот как вот они живут. Вот они занимаются, ну, у них свое сельское хозяйство присутствует при церкви, то есть они занимаются производством там ну, продуктов там, овощей там, продают их, да, и как бы на вот эти, на вырученные деньги они, то есть кормят бездомных, раздают там библии там, бесплатно там, то есть кристики там православные, то есть они вот так вот живут. Я считаю, вот это вот будет правильно. Мы как раз строим православную деревню, вот вы как раз на нас и попали, но у нас правило, поселиться может тот, кто не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Ну, это хорошо. И у нас у нас, у нас как раз все свое, своя скотина, вот у нас фермер, он один, пока фермер, то у него 430 гектар земли, нынешний второй зерносклад построили, пшеница, гречка, ячмень, лен, горох, это все есть. И он как зает там, покупают там, государство. Это очень хорошо, деда. А я... Приедем к вам жить по ходу. Ну, если вы подходите к этому, молодые, что были с детьми, тогда разговор ведем. Ну, не знаю, если у девчонки есть хорошие, то почему. Да, вы зайдите на наш YouTube, я сейчас скажу вам, вы увидите, таких красавиц вы нигде не найдете больше. Может быть. О, это хорошо. Вы откройте, вот я сейчас скажу вам, канал, заряди слово, канал, и называется «Во свете Библии», канал «Во свете Библии». И дальше два слова по Игнатию Лапкину, это я. И у нас на канале 17300 роликов наших. Так, сейчас посмотрим. «Во свете Библии», да? Да, «Во свете Библии», канал. «Во свете». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Ага. Нашел? Да. Ну вот, теперь смотрите, я здесь не могу... Мы тебя нашли. Я сейчас ничего не могу скинуть, но вы запомните два слова. Игнатий Лапкин, если по скайпу зайдете, вот сегодня, через час, допустим, я там все ресурсы скину вам. Вы увидите, какие фильмы она с государства сняла. Один фильм занял первое место на международном киноконтакте, а второй, обо мне, первое место в России. Это Бог сделал так. Государственные фильмы. Да, только Бог так мог сделать. Да только Бог сделать. А там вы зайдете на сайт, сайт, через гугл сайт, тоже у вас эти Библии. Там я студентам отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок. Вам будет очень интересно. Где живете? Что? А вы где живете? Город Барново-Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. 81-й год мне. А-а-а. О-о-о. Так вы долгожитель, да? Какой же долгожитель? Вот ты учитывай, что у меня позади, за слово Божие, пять тюрем, где меня крутили, вымораживали. Я еще ни одной таблетки не съел. Но у меня две голубятни. Я туда сюда лажу. И у меня техники, и одна только за всю жизнь, ржавый велосипед. У меня никогда ничего не было. У нас церкви, мы православные, но у нас отдельно мы церковь зарегистрировали. У нас тарелка не ходит. Ни за что деньги не берутся. Ни за крещение, ни за венчание. Включена сметая десятина и все покрывает. Все. Хорошо. И вот это все вы увидите на нашем форуме. Дай Бог здоровья, крепости духа. Так. Вас как звать-то? Меня Михаилом звать. Так Михаил, слушай Михаил. Михаил переводится с евреевского Бог моя крепость. Бог моя крепость. А вас как? Степан. Степан? Степа, Степа. Степа означает венец. На голове венец. Венец. Да. Ну венец, то есть красота, корона царская. Ну это перевод. Допустим, люди знают Лариса, они не знают. Это с латинского чайка. Чайка, да? У меня мама чайка. У меня маму Ларису зовут. Вот допустим, человек говорит Илья. Илья, Илюша звать. Это говорит, Бог моя крепость. А Михаил никто как Бог. То есть равного Богу нету. Никто как Бог. Три слова. Это еврейское имя. А у меня Игнатий означает незнакомый, неизвестный. С греческого. А с латинского означает огненный. Огненный? Да. Ну видимо, дух в тебе огненный, как раз таки. Жгучий. Жгучий, да. Вот зайдите по скайпу обязательно. Деда, вы в самом Барнауле живете, да? Зимой. А летом мы живем в деревне, которую строим. И вы там зарядите Потеряевка ее звать. Это первые поселенцы Потеряевы. И увидите, мы первым делом храм построили. За свой счет школу. Сами строим дороги. Шесть прудов возобновили. Зарыбили. Рыба своя. Все сами делаем. Государство нам ни копейки не дает. У нас электричество, государственная школа, интернет. Уже все есть. Да, Бог. А таких сел разрушено в России 21 тысячи. И 10 тысяч дышат наладо. На один-два человека остались. И никто не берется за это. Это непросто. Мы получили регистрацию в отделе юстиции все это. Документы получили. Это, знаете, так интересно. Мы встаем всегда одинаково. В 4.40. Посчитать Слово Божие. Помолиться. Вот я на пенсии, чтобы не меньше 7 раз в день. Это 100 поклонов. А у мусульман. Ну, у них другая, конечно, книга. Они 5 раз молятся. Но они Иисуса признают за пророка. А он Сын Божий. Он умер за грехи людей. Иисус умер за нас и зовет к покаянию. Ты говоришь, я был убийца, блудник, покайся и к этому не приходи. Господь простит тебя. Он умер за нас. Я просто сам из Новосибирска, как бы это. Ну, я у вас был в Алтайском, так правильно. Ну, знаешь, где был, короче, в Белакуйке был. О, это курорт большой у нас. Да, да. Алтай очень богатая страна. Говорит, Ломоносов говорил, Россия будет прирастать в Сибирь. А Алтай – это жемчужина Сибири. Здесь все есть. Да. Вот у меня знакомый рядом, в соседней деревне живет, в соседней, Евгений Долгов. У него 6700 гектаров земли. Какие-то сколько? Да, это очень много. Это очень много. Это очень много дел. Да, но он работает. У него люди работают раза в 2-3. Зарплата больше. Никакого воровства нет. Нет. Ни одного ругательного слова. Можете так разговаривать? Да, да. Все, тогда будем разговаривать. Мы спрашиваем, есть ли в доме такая книга? Имеется. Сегодня ее можно достать почти в любом храме. Если есть вопросы, говорите, я вам отвечу по Писанию, по Святым Отцам, по канонам церкви. Бесплатно от него доставить можно? Нет, не бесплатно. А как бесплатно? Ее надо издавать, печатать. Да как? А как? К Богу денутся даже не бесплатно. Ну, бесплатно, значит, печатай сам ее, и все. Бесплатно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.